Да, Мортит, сегодня ты удивил даже меня. Это же Бизон! Именно так, Капитан Очевидность. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Мортит, Капитан Очевидность, ПП-19 Бизон. Пистолет-пулемет с непростой судьбой. Весьма непростой, для многих он был очень, скажем так, ожидаемым, в том числе и для меня. Многие возлагали надежды, отечественное оружие. Нагнули. Благодарю, Капитан Любезен. Вот, отечественное оружие, огромный магазин, и думали, что вот она, вот она замена Крису, Аугу. Это будет супер, это будет Ктар за Варбаксы. Отдача у него в изначальном виде была строго вверх, практически. И строго вверх, и очень слабая. То есть, вот, ACR CQB есть, для примера. Представь себе. Отшот, деточка, you as on. Да, вот это и представьте. Представьте себе, что отдача в три раза меньше, то есть, третья от отдачи ACR CQB, и вот так вот примерно она идет. Вначале немножко вниз предпускаем, потом вообще не контролируем, и там такая более-менее рандомная кучка. Все летит прямо в одну область. Все 64 патрона. Да, именно так. Все 64 выстрела, 64 пули можно было в область размером с голову укладывать, даже на больших дистанциях. Однако потом... Точнее, даже еще... Да. Точнее, еще даже до этого предыстория. Почему он не полюбился, почему многие кусали локти, отдача нравится, все, но тащить с ним не получается. Да все очень просто. Бизон, когда его вели, обладал очень плохим уроном в секунду. Вот так вот. Он и сейчас, кстати, не сильно славится им. Урон в секунду был чуть-чуть больше, чем у дефолтного МП-5, да. Все из-за темпа стрельбы, который был очень низким для пистолет-пулемета, но и урон у него был не фантастический. Сейчас тоже такой обычный вполне, можно сказать, да. Потом, через некоторое время, когда стало понятно, что люди практически не используют данный пистолет-пулемет и бегают все так же с аугом, с кресом, то есть, в общем-то, не прижился Бизон и все. Хороший, приятный, с душой, но не тащит. Разработчики решили улучшить его и добавили ему темпа стрельбы, он стал получше. Однако, вместе с этим, как мне показалось, можете ошибаюсь, пришла и новая отдача. Отдача изменилась, и суть ее в том, что начинается она примерно похожа чем-то на Атом от Калашникова. Несколько пуль летят вправо, причем таким приличным углом, одна потом или две, или немножко влево, а потом так же в кучку все собирается. В общем-то, контролировать несложно, но вы знаете, та простота гашения отдачи, которая была изначально, она потеряна. Если вы можете в одном случае иногда сосредоточиться на гашении отдачи, резко погасить ее, и у вас, вот примерно как сейчас, весь магазин улетит в точку, то в другой раз немножко дернули и уже не так пошло хорошо. Рокутагин, я думаю, что сейчас ты расскажешь нам отличненький анекдот, да? Да, есть у меня для вас отличненький анекдот, поделился которым Евгений Судак. Анекдот такой, жена говорит мужу, Изя, если ты будешь мне платить 100 долларов за каждый сброшенный килограмм, я быстро похудею. А муж ей отвечает, Сарочка, Побойся бога, Таких цен на сало нет ни в одной стране мира. Да, Именно так. Вот. Так что, по поводу Бизона, вот что я могу сказать. Отдачу не надо было вообще трогать. Она и сейчас неплохая, ее можно контролить. Практически. Ну вот, что-то в начале немножко не пошло, если чуть-чуть не так, то... То уже сложновато. Сложновато, получается, контролить. Но, в целом, Отдача боксинг. Все-таки, можно и эту отдачу оставить, хотя лучше вернуть старую, первозданную. И, конечно же, добавить либо еще темпа, либо урона. И это будет годный, хороший и очень популярный ствол. Жаль, что такой отличный пистолет-пулемет с такой интересной концепцией, с приятной анимацией, с красиво прорисованными текстурами пылиться на складе у множества игроков. Я думаю, что Бизон заслуживает большего. Действительно, большего. И пора бы его апнуть. Таково мое мнение. Вот. А что касается нашей игры, то мы видим следующую ситуацию. В комнате, в основном, маленькие ранги. Но сейчас уже никого этим не удивишь. Такая тенденция пошла. Я надеюсь, что много новых людей в игру приходит. Как бы здорово. И знаете, кстати, действительно, серваки постоянно забиты. Такого не было еще полгода назад. По-моему, все-таки Warface набирает обороты. Кто бы там что ни говорил, это все хорошо, но по уровню игры некоторых видно, что да, новички. Правда, по-моему, один из самых низких званий у них это Ром, который на первом месте. Это не новичок однозначно. Видно, что человек шарит. Человек вооружился соответствующе. Взял скин. Знает, какой врать, чтобы получить хоть небольшое, но преимущество. И это, конечно же, опытный ветеран, который просто пришел на другой сервер качаться. Может, кто-то и еще из них ветеран. Но все-таки я думаю, что полкоманда и более там новички. Печалит ситуация с нашей командой. Вообще мы так поиграем, мне кажется. Почему? Потому что надо играть аккуратно. И самое главное, когда противника меньше, чем тебя, надо быть еще аккуратнее. То есть, многие думают, что здесь, как на штурме, на доминации или на КВ, если вас 8, а противников трое на командном бою, то вы их зажмете, убьете. Хорошо, дедочка. Ничего подобного. Командном бою как раз все наоборот. Если вас 8, а трое в команде противника, то запомните, преимущество у противника. Именно так. Если его игроки хотя бы стреляют примерно так же, как вы, ну или может чуть-чуть получше есть какие-то игроки, да, чем игроки вашей команды, то, размениваясь два к одному, эти трое игроков наберут больше очков, чем вся ваша команда. Вы можете убить его только один раз, а он может вас двоих снять. Если так будет постоянно проходить, вы проиграете. Однозначно. Однозначно. Особенно на такой карте, как стоянка. Поджим здесь бесполезен. В принципе, респы как таковой. И тот, у кого в команде меньше игроков, здесь, как ни странно, находятся в более выгодном положении. Ошибка наших игроков, я об этом не раз уже говорил, если противник аккуратен, если противник подлавливает вас, не надо к нему идти. Но тут уже ситуация совершенно другая, начинает складываться. Противники бегут жать нас на нашей респе, играя в меньшинстве. Да, как ни странно. И при всем при этом, наши продолжают сливаться. Надо держаться как-то, не знаю, ну, аккуратнее, прикрывать друг друга. Но ничего подобного. Пока один идет за гранатометом, другого убивают. Не умираю? Ну, почти не умираю. Умер я там два или три раза всего. Только я. Вот. Да, есть такое. Конечно, тут у чем не везет, да и противники, по-моему, не особо у нас такие сильные, кроме одного вот этого на первом месте. Вот. Но дело не в том, как я тащу или как мои не тащат. Дело в самой... Хорошо, бедочка, вот это хорошо зашло. Дело в самой концепции. Не лезь вперед, если противника меньше, чем тебя. Не лезь. Эх, вот сейчас наш бы сейчас там не помер, и мы бы могли в ничью сыграть, но уже все. Да, такие дела. Мортида нагнули рамбы. Да, теперь я видел все. Ой, капитан, еще иность, меня вот никто не нагнул. Меня, по-моему, очень даже неплохо сыграл. Такие дела. Игроку тебе, кобздец, именно так у него ник у этого рамба. Респект реальный. Действовал именно так в этой ситуации, как и надо. Играл достаточно аккуратно, ну, насколько мог. Нагнул наших, наши все в минус сыграли, и, в общем-то, делал правильно. Именно так надо себя вести, когда противника больше. Играть аккуратно, отстрелить его, и тогда его количество игроков сыграет против него. Я сыграл тоже вполне неплохо, по-моему. И поэтому, ладьи джентльмены, что я вам хочу сказать. Я очень надеюсь, что Бизон приобретет былую отдачу и более высокие характеристики, особенно в плане урон у каждого выстрела и темп стрельбы. Поэтому, ладьи джентльмены, другие подруги, если наша лампово-люстровая атмосфера вам понравилась, была достаточно такой расслабляющей, приятной, мои рассуждения были для вас интересны, ну, и нагиб ромбов или меня нагиб ромбами удался, как вы считаете, то вступайте в нашу армию, нагибайте всех, и мы увидимся с вами.